Спасибо. Сейчас мы будем говорить еще об одной горячей теме в онкологии и, конечно, в ЖКТ. Это, конечно, рак желудка и рак пищевода. Вот наша основная тема. Вы знаете, что эзогастрический рак имеет плохие прогнозы, несмотря на использование новых химических сочетаний, новых биологических активных средств. Конечно, вносится сейчас предложение об использовании иммунотерапии. И использован Ниволюмаб для этой цели и Пембролизолюмаб. Но нужны очень важные биомаркеры для того, чтобы понять, у каких пациентов будет больший ответ на новые формы лечения. Поэтому нам, конечно, микросателитная стабильность. Вот этот биомаркер, о котором мы будем говорить с вами позже. А также очень нужен PD-L1. Экспрессия очень важна. Таким образом, этот рак обычно классифицируется в соответствии с гистологией. Это плоскоклеточные раки. И у нас, таким образом, именно плоскоклеточные раки. Аденокарцинома. И пищевод, и желудок. Аденокарцинома сейчас делится на подтипы. В соответствии с классом опухоли. И здесь мы имеем более разумную категоризацию и классификацию этих опухолей. Имеем, наверное, основание для лучше нацеленной таргетной терапии. Здесь вы видите классификацию. Здесь у нас, да, плоскоклеточные раки. Вы видите, здесь представлены различные случаи заболевания по подтипам. И вы видите здесь все классификации по четырем группам аденокарцином. Таким образом, здесь группы, которые более четко представлены. Три из амплификаций. Есть ли эта группа иммуногенна или нет, мы до сих пор пока не знаем. Ответа на этот вопрос нет. Дополнительные исследования в будущем дадут нам ответ. Другая группа – это геномически стабильный опухоль. Это здесь небольшая мутационная нагрузка наблюдается, и в результате здесь иной уровень экспрессии, и поэтому эти опухоли этимологически весьма неподвижны. Дальше мы с вами видим другие виды опухоли, которые иммуногенными являются. Мы видим, что здесь есть вирусная инфекция. Здесь есть соответствующие экспрессии. И вы видите, здесь они представлены. И вы также видите, что здесь, конечно, небольшое количество опухолей в этой группе. И микросателлитность здесь тоже наблюдается, и здесь высокая мутационная нагрузка, и по этой причине они очень интересны с точки зрения иммунотерапии. Но почему такой статус наблюдается? Почему наблюдается такое несоответствие здесь расхождения? На самом деле очень важно понять это для того, чтобы спрогнозировать эммуногенный ответ. Здесь мы видим вот эти эффекты, которые связаны с мутацией. Мутацией, и это все связано с микросателлитной стабильностью. В результате белки соединяются с теми генами, которые экспрессируются на поверхности. И эти клетки опухоли распознаются иммунной системой, и она их атакует. Но в качестве защитного механизма со стороны иммунной системы, или против иммунной системы, вернее. ПДЛ-1 – это то, что вырабатывает опухоль. И взаимодействие находит свою экспрессию на клетке Т, и происходит блокада активации Т. То есть ПДЛ-1 и ПД-1 здесь в данной ситуации снижают активность Т, и иммунная система таким образом выключается. Но когда существуют такие, например, другие антитела, которые образуются при использовании ПДЛ-1, блокируется взаимодействие ПД-1, и возникают определенные осложнения при попытке победить раковые клетки. Есть клинические свидетельства того, что это происходит, и здесь, конечно, абсолютно интересный рациональный подход наблюдается в Англии. Проводились исследования рефракторных опухолей, и что было продемонстрировано? Было показано, что у семи пациентов, конечно, количество пациентов очень малое, потому что дефицит системы – это очень редкое состояние. Но, тем не менее, у пяти из этих семи пациентов с неколоректальным раком наблюдался хороший ответ до 70%. То есть, таким образом, очевидно, такие пациенты могут выиграть от применения иммунной терапии. Дальше еще одно исследование – 86 пациентов по 12 видам рака, тоже с этим же видом рака и с дефицитом. То есть, здесь мы наблюдаем улучшение у 20%, и тембролитикудат таким образом одобряется для терапии этих пациентов. Ну, давайте перейдем к клиническим исследованиям. И здесь вы видите общий вид – это этап 1, 2, 3 исследования. Здесь вы видите отделение на анатомическую классификацию, классификация верхней части тракта. Вы видите плоскоклеточные краки, исследования, которые связаны с этим. Затем плоскоклеточный плюс эзофагический рак. Таким образом, здесь мы видим пищевод включен в это исследование. Или также исследование только аденокарцинома. Таким образом, это желудочный рак. И мы включаем сюда, конечно, в эти же группы и гастроэзофагические раки. Но на чем же мы с вами обращаем внимание? Мы обращаем на плоскоклеточные и гастроэзофагические соединения. И аденокарцинома в этой области. Таким образом, у нас есть стадия 1, 2. Пациенты, которые прошли предварительное лечение, вы видите, как и что здесь предлагается. Здесь у нас PD-L1 слишком ярко экспрессируется. И поэтому более высокий уровень ответа, чем у тех опухолей, которые этого не имеют. У нас есть, кроме того, исследования, проведенные на населении из Азии. Тоже с особо интересным к PD-L1. Но это азиатское население. И мы знаем, что такие опухоли у населения в Азии проходят иначе, чем у населения европейского происхождения. И иногда излечиваются по-иному. Но это вопрос, требующий дополнительного обсуждения, безусловно. Здесь мы видим с вами экспрессию, которая выше, чем по PD-L1 негативный. И здесь мы видим интересные результаты по плоскоклеточным ракам. И общий уровень ответа примерно 60%. То есть мы можем говорить о том, что это очень хороший результат. И у шести пациентов у нас здесь, это контрольная группа, тоже примерно 70%. Таким образом, что мы можем сказать? Здесь уже речь идет о третьем этапе исследования. У нас три различные когорта. И здесь вы видите результаты по когорте 1. Это пациенты с фильтрацией. Есть данные, которые также относятся напрямую к пациентам, которые предварительно прошли лечение. И во второй когорте у нас нет молекулярного отбора по PD-L1. У нас есть здесь негативная реакция, потому что здесь, конечно, мы использовали уже препараты в рамках химиотерапии. Пембролизумаб, например, у нас есть здесь соответствующие комбинации. В когорте три. У нас молекулярный выбор осуществляется. PD-L1, позитивные пациенты. И 31 пациент в этой когорте. Пембролизумаб, монотерапия им предлагалась. У нас есть тоже здесь ответ. И надо сказать, что очень важна для нас, конечно, здесь информация по уровню ответа. И мы видим это и по второй, и по третьей когортам. И удивительно, что когда тембролизумаб предлагается для группы, то тогда почему-то у нас очень низкий уровень ответа. И если мы сравним эти результаты с тембролизумаб по другим группам, по избранной популяции, селективной популяции, мы понимаем, что не всегда так удобно быть онкологом. На самом деле мы не всегда получаем такие позитивные результаты. Но интересные моменты, когда мы с вами посмотрим на уровни выживаемости. Первое наблюдение. Общая выживаемость по когорте 2. Медиана на 30 месяцев. На самом деле это очень похоже на то, что мы получаем по первой линии с рецептином, с химиотерапией. Которая описана уже в исследованиях трога. И еще важный момент. Тоже медиана выживаемости с пембролидом по первой линии. Здесь у нас 20 месяцев в среднем такова медиана. И это этап 2. То есть это всего лишь на самом деле предположение. Но оно весьма интересно. И мы здесь должны, конечно, учесть весьма низкую медиану. Наверное, что-то с этими пациентами произошло. Возможно, это было нечто, что изменило мекулярную биологию этих опухолей. И пембролизумаб оказался таким агентом, который по-разному действовал. Кто-то из пациентов оказался более чувствительным к этому препарату. На этапе 3 пембро у нас был в первой линии. И мы здесь видим на самом деле такие же примерно результаты. Ну хорошо, давайте теперь перейдем к клиническим исследованиям и к третьей стадии. Здесь по первой линии у нас пациенты, которые прошли предварительную терапию. Очень интересные здесь компоненты у пациентов. Иногда молекулярная селекция наблюдается. Это по ПДЛ-1 с использованием позитивного счета с различным котовом. И 10, иногда больше, иногда вообще ничего. И здесь у нас... Перед нами результаты исследования третьей фазы в популяции без селекции. И мы в данном случае запоставляем результаты лечения вилумабом и химиотерапией, неволумаб и плацебо. Результаты этого исследования довольно ясны. Первое исследование имело результат отрицательный, во втором показана положительная корреляция. Однако, медиана общей выживаемости составляет всего 1,2 месяца. Различия по медиане выживаемости. И в исследовании КИНОТ пембролизумаб назначался в качестве второй линии лечения, терапии. В этом случае пембролизумаб сопоставлялся с паклитоксалом. Результат анализа отрицательный. Всего 1 месяц прирост выживаемости. Если мы вернемся к самокупному положительному показателю, то статистические различия по данному показателю выявлены были. Теперь, что касается пациентов с высоким уровнем микросателлитов, менее 30 пациентов из данной группы принимало участие в исследовании. Уровень ответа был довольно хороший и продемонстрирован. Около 50% у нас был ответ. И увеличение выживаемости, общей выживаемости для пациентов, получавших терапию пембролизумабом. Исследование КИНОТ 181. Также пембролизумаб назначался в порядке второй линии лечения. Если мы сопоставим наши популяции пациентов по показателю ПТЛ-1, то выживаемость для данной популяции была лучше. Показатель клинического ответа также назначается. По всей видимости, для данной популяции этот метод лечения показан. Далее, в АСКО был также опубликованное исследование, где исследовалась роль пембролизумаба в рамках исследования третьей фазы. Популяция пациентов с аденокарциномой, с метастазирующим раком. Проводилась молекулярная селекция пациента по показателю. Комбинированный показатель составлял 10 или выше. Пембролизумаб сопоставлялся терапией пембролизумабом, пембролизумаб плюс химиотерапия и только химиотерапия. И мы в данном случае рассматривали пациентов, получавших лечение пембролизумабом и химиотерапию. Было обнаружено, что не было различий между пембролизумабом и химиотерапией в популяции всех пациентов, получающих лечение intention to treat. Комбинированный положительный балл более или равен одному. И дальнейшее исследование было модифицировано, статистический план был модифицирован. И из исследования превосходства мы перешли к модели исследования отсутствия негативных различий, отрицательных различий. И проводилась более тщательная селекция пациентов. И вы видите, что медиана выживаемости, различия в порядке медиана выживаемости здесь довольно существенны. Прирост составил 7 месяцев. Это очень высокий показатель. Однако, насколько статистически показательным были получены данные, неизвестно, поскольку исследование не обладало достаточной статистической мощностью. Как я уже отмечала, 7 месяцев прирост по выживаемости, возможно, это не очень значительно с точки зрения статистики, а с точки зрения клиники очень тоже. Теперь, что касается безрецидивной выживаемости. В исследованиях второй фазы с применением пембролизумаба в порядке лечения первой линии, мы получили значительное снижение. Мы получили довольно низкие показатели по безрецидивной выживаемости. И этот феномен, конечно, требует... И это, конечно, требует доследования, эта проблема требует дополнительного изучения. Но получились с другой стороны некоторые улучшения общей выживаемости. Профессор Табернеро опубликовал исследования вариантов лечения, в том числе пемброхимиотерапия по сравнению с химиотерапией. И было установлено, что не существует статистически значимого увеличения безрецидивной выживаемости при применении пембролизумаба. И из этих данных профессор Табернеро сделал следующие выводы. В плане общей выживаемости пембролизумаб имеет такие же преимущества, как и химиотерапия, такой же положительный эффект, как и химиотерапия. Если проводится селекция пациентов, пациенты с комбинированным положительным баллом 10 и выше имели более хорошие результаты, демонстрировали более хорошие результаты в плане общей выживаемости при применении пембролизумаба. Пембролизумаб характеризуется лучшим профилем переносимости, и преимущества при добавлении к химиотерапии носят весьма ограниченный характер. И один из специалистов, знаменитый эксперт лондонский опровергает результаты этого исследования. Он рассматривал петролизумаб в изолированной и в применении в сочетании с химиотерапией. Он отметил, что исследование не обладало достаточной мощностью. И популяция пациентов – это один из наиболее важных факторов. Мы сейчас подходим к третьей фазе исследования, не зная, будут ли пациенты реактивны, будут ли они реагировать на лечение. И, однако, обычно, подходя к третьей фазе, мы имеем более четкие представления о селекции пациентов, но не в данном случае. Профиль переносимости, конечно, у петролизумаба будет лучше, однако иммунотерапия имеет значительные недостатки в финансовом плане, этот вид терапии довольно дорогостоящий. И, наконец, встает вопрос, возможно, химиотерапия является более эффективной после приема куза петропембролизумаба. Таким образом, необходимы дальнейшие исследования того, каким образом меняется среда опухоли после иммунотерапии. В заключение, хотелось бы отметить, что иммунотерапия представляет собой, скажем так, опухолеагностиковую, агностичную терапию для случаев опухоли. она может быть эффективной для леченных пациентов при комбинированном положительном балле свыше 10. Анализ исследования Кинот-181 дает 3 месяца прирост выживаемости у пациентов с карциномой пищевода. Группа Кинот-61, изучавшая опухоли желудка, получила результаты, согласно которым прирост выживаемости составляет 2 месяца. В настоящий момент сейчас проводится много исследований по изучению эффекта первой линии иммунотерапии в качестве первой линии лечения при распространенных формах онкологических заболеваний. И у нас возникла очень острая необходимость в предиктивных биомаркерах, прогностических биомаркерах. Существующие нас не очень удовлетворяют. Возможно, рак ЖКТ имеет более сложную природу по сравнению с раком легких. И в дальнейших исследованиях мы планируем изучать такие маркеры, как мутационная нагрузка опухоли, микробиота, молекулярные субтипы, их роль, и иммунные подписи. Благодарю вас за внимание. Сара, спасибо за великолепный доклад. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Может быть, ответ на них не займет много времени, но если возможно, уточните, пожалуйста, несколько, некоторые аспекты, связанные с неэффективным лечением рака желудка. Насколько мне известно, а я ознакомилась с рядом публикацией, где обсуждались такие не очень хорошие, не очень положительные результаты. Одной из причин их была гетерогенность, локализация метастазов. Возможно, существуют некоторые другие причины, которые также достойны своего обсуждения. Каковы перспективы исследования данного вопроса? Вопрос очень трудный. На самом деле у меня и ответа на этот вопрос нет. Гетерогенность может быть тем фактором, который, наверное, надо учитывать в отсутствии реакции на иммунотерапию. Мне кажется, что нам требуется дополнительное исследование для того, чтобы получить дополнительную информацию и новые знания приобрести. Мне кажется, что мы тогда спешим к фазе 3, не поняв более подробно, какой популяции будет более полезен тот или иной препарат. Поэтому мне нужны, наверное, молекулярные факторы. Наверное, здесь очень важны вопросы микробиоты, вопросы иммуносигналов. Мне кажется, что это очень важно. Может быть, здесь субтитры тоже могли помочь. Мне кажется, да. Но я против использования иммунотерапии без селекции популяции, даже если у нас группы пациентов с предварительным лечением и без. Биомаркеры очень важны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!